Затем так же по годам футбольные матчи, соревнования в высоту на стадионе Динамо. История страны, история Динамо. В музее-город сегодня открыли выставку, посвященную 100-летию известного спортивного общества. Медали, кубки, награды, архивные фото, книги и удостоверения, значки и форменные обмундирования и многое другое. Все это отражает историю алтайского Динамо. Самый большой экспонат экспозиции, который притягивает внимание посетителей, байдарка. На мой взгляд, самые интересные предметы, наверное, в каждом сообществе есть что-то свое интересное. Футболистов, хоккеистов. Клуб самбо у нас здесь также представлен. Я думаю, что всем, даже тем, кто не имеет большого отношения к спорту, будет интересно, потому что именно здесь прослеживается и история нашего города вместе с развитием этого общества. Алтайскую региональную организацию «Динамо» создали, по примеру, Москвы в 1925 году. Сейчас в нее входит более 17 тысяч членов общества. Организации ежегодно проводят спартакиады для силовиков и правоохранителей, ветеранов, а также более 150 спортивно-массовых мероприятий. История «Динамо» – это история нашей страны. И ребятам важно видеть кумиров своего прошлого, чтобы становиться кумирами для следующих поколений. Меня зацепили детские рисунки на входе. Да, потому что это всегда так трогательно и здорово, когда дети пытаются изобразить то, что они чувствуют. Ну а из экспонатов мне, как любителю истории, больше всего понравились советские ретро-кубки, которые делали очень интересные, интересных форм, интересных видов. Посетить выставку, познакомиться с экспонатами и убедиться в том, что «Динамо» – это тоже искусство, можно до 6 ноября. Юлия Щепина, Алексей Фризин. День с толком.